612 случаев потери багажа и это только за июль. Такую статистику нашему телеканалу предоставили в столичном аэропорту. Лето самый разгар отпусков, а значит и увеличивается количество случаев потери багажа по всему миру. Иногда ждать его казахстанцам приходится неделями. Наш корреспондент Асхат Ниязов собрал истории про потери багажа и попытался выяснить, как можно себя обезопасить. Найля Чуйкина с завистью смотрит на тех, у кого есть багаж. Свой она ждет уже 6 дней. А как все хорошо начиналось? Летели из Хорватии транзитом через Польшу с хорошим настроением. Уже по прилету в Нур-Султан выяснилось, что чемодан с вещами остался в Варшаве. Написала заявление и уехала домой уже с Казган. Авиакомпания пообещала доставить багаж до двери. В назначенный срок ничего не произошло. Дело дошло до того, что Найля дозвонилась до консульства в Польше и сам консул лично поехал искать багаж в аэропорт Варшавы. Он мне звонит в 12 часов ночи, в 12 часов ночи по нашему времени. Говорит, вы знаете, я вот здесь нахожусь, тут море багажей. И, кстати, диспетчер, когда я рассказывала, что вы делаете, она мне говорит, что вы хотите. У нас в порядке, с ее слов, в порядке 500 багажей с Польши не пришло в общей сложности на сегодняшний день. Консул багаж нашел, отправил в столицу Казахстана, но дело опять встало. Найле сказали, что авиалинии, летящие в Жасказган, отказываются брать багаж. Мол, приезжайте в Нур-Султан и забирайте сами. В общем, было сделано много звонков, прежде чем личные вещи Найле все-таки попали в Жасказган. Супруг не смог сдержать радости, однако Найлю уже было не остановить. Сейчас представитель нашей компании, которая в Жасказган, она говорит, проблем нет, мы всегда берем багаж. Тогда вопрос к дежурному Нур-Султана аэропорта, почему она нам сказала, что было отказано. Мы связались со спасителем Найли в Варшаве. Действительно, такой случай не единичный. Консул дипломатично рассказал про общую ситуацию и даже дал совет, что необходимо делать, когда потерян багаж. Да, к нам поступает большое количество обращений от наших граждан из аэропорта Варшавы. Так как Нур-Султан Варшавы имеет прямое авиасообщение, многие используют этот рейс как транзит. Проблемы бывают разные. Потеря багажа, отмена рейса, потеря документов, проблемы с визами и так далее. При потере багажа пассажирам нужно зайти на сайт компании, которую используют при перелете, найти графу Lost and Found, вбить номер рейса, фамилию и могут получить полную информацию, где их багаж находится и когда он будет доставлен. Мы также связались с польской авиакомпанией, которая летала наша героиня. Оказалось, они-то вообще ни при чем. Виноват вроде как польский аэропорт. Все, что связано с потерей багажа, это ответственность аэропорта. Когда человек прилетел, неважно какой авиакомпании, он обращается в аэропорт. Если по соглашению так принято, что находит и доставляет багаж, платит за эту доставку, говорим понятным языком, то авиакомпания, чей перевозчик был последним в цепочке. То есть, если пассажир, например, летел на Москва, аэрофлот и потерялся багаж в Москве, но при этом он вернулся в Казахстан авиакомпании LOD, он подает заявку, авиакомпания LOD платит за нахождение этого багажа и доставку этого багажа. То есть, существуют целые компании, которые за деньги занимаются поиском пропавших чемоданов. И дела у них идут в гору, надо полагать, потому что им даже некогда по телефону поговорить. Меня зовут Асхат, я корреспондент телеканала Хабар 24. Вам удобно говорить? Как вы поняли, потерять багаж вероятность есть, причем немалая, поэтому стоит лучше обезопасить себя. Возьмите вручную кладь самое необходимое. Предметы личной гигиены, деньги с документами. Ну и самые необходимые вещички. Только с начала этого года в столичный аэропорт не вернулось 2752 багажа. Как видите, на этом построена целая инфраструктура. И никогда не предугадаешь, что произойдет это именно с тобой. Не знали это и на Иля с супругом. Так что раздавать сувениры с поездки они будут только сейчас. И хорошо, что вообще есть что раздавать. Асхат Нязов, Юлана Чауси, Арман Акшабаев, Хабар, 24.